Привет дорогие друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет новая серия по Робокрафт. Я собрал своих подписчиков с русскоязычного чата и сейчас мы с ними играем. Это будет уже последняя каточка, так как уже пора расходиться. Я решил под конец записать, посмотрим что с этого получится. Вот мы ребята играем в каточки, бои у нас только победные, побеждаем. Но я играю на вертолете, которого вы еще не видели. Я думаю, что я отдельно по нему сделаю обзорчик, выставлю в Робошоп, ну а выглядит он таким вот образом, ребятки. Это чисто бомбер, наземный, потому... Потому, ребятки, против воздуха на нем сложно воевать. Он не сильно крепкий, но зато у него есть две мегаплазмы и надо, ребятки, аккуратно на нем играть. То есть это аккуратный крафт, я бы его назвал. Аккуратный так. Ну что ж, мы просто играем в пати. Вот уже пишут ребятки в чате, узнают меня. Привет, привет, привет. Поехали. Ну что ж, просто захотелось вам показать вот такую вот каточку, где я играю с подписчиками. Я играю с подписчиками. Я думаю, что в будущем мы какой-то замутим стрим, где я буду играть с вами и против вас. Ну а пока что... Обычный бой с обычными ребятами. Огонь. Давайте мы сейчас с мегаплазмой. Я сейчас на своих началах крафтах применять мегаплазму, то есть пробовать. Почему именно ее? Мне нравится от нее сплэш. То есть если ты промазал, то есть если я, допустим, рукожоп промазал, то все равно сплэш немножко, да, и зацепит. То есть, в принципе, можно попадать. Но так как сейчас очень много воздушных крафтов, иногда наваливают, жестко наваливают по простой причине, ребята. Зенитки сейчас очень много, очень много зенитки. Смотрите, как она нас жестенько раздамажила, да, то есть нехило наваливает. А, и вот еще бомбер какой-то сверху. Мне надо только лететь вперед, я думаю, и постараться добить вот этого вот недобитка, который на зенитке. Вот так, у нее зенитки уже нет. Мы тут тихонько спрятались и будем сейчас наваливать. Заодно, возможно, мы отхилимся. Отлично. Вот наша команда, наш пати идет. Вот, то есть мы идем атакой жесткой. Кто там, кто там? О, добрали. Отлично. Мне кажется, что нужно сейчас захватывать башни, дабы снять с них купол. Мы сейчас... О! Смотрите, Тесла, Тесла. Ах, как она увидела меня и решила сразу убежать. Хитрожопая Тесла. Я вам скажу, что новые пропеллеры реально вносят свою какую-то изюминку в игру Робокрафта. Я не думал, что они мне очень сильно понравятся. Они просто жестко понравились, так как они, я уже говорил в одном из своих роликов, переводят всю движуху на переднюю часть крафта. Если вам стреляют по жопе, то как бы ваш крафт все равно летит нормально и никуда не девается. Дело в том, что нам раньше приходилось, допустим, на вертолетах, с трассерой, да, все ставить сзади. И когда, допустим, стреляет в заднюю часть крафта, то все отбивает. Сейчас же с помощью пропеллеров это все круто и реально так убирается. Вот смотрите, эта хрень летает, вот, да, пытается, пытается что-то сделать, но у нее не получается. Я, ай-яй-яй, я вижу, что наш грибочек с левой стороны захватывает. Что у нас по демиджу пока что? Нормально. В принципе, вертолет воюет, то есть разные бои идут. Есть и нормально, есть не очень. Все же зависит от вражеской команды и от случая. Давай, давай, давай. О, черт. О, вражина прям к нам подошел. А что это за крафт такой громадный? Надо убежать, ребята. Охренеть. Видели, как он погнался за подписчиком? К сожалению, я пока что не могу помочь. Потому что... Ребятки, так-так-так. Я хились. О, ну это вообще крафт жирный. Я не знаю, это на 2000 ЦПУ. Это вообще жирдяй. У него еще и протосикер или ракетная установка. Что у него за хрень такая? Давайте мы сейчас его постараемся уничтожить. Еще выстрел. У него протосикер. Протосикер это очень сложная штука, потому что они легко могут нас раздамажить. Все, один-один мы его вырубили. Надо убежать, убежать поближе к нашей команде. У нас ребята разделились. Некоторые пытаются там захватить грибочек, а другие пытаются дефить вот этот гриб. Ну, подождите, это что у нас? У нас под куполом враг летает. Я не понял, что это такое. Мы сейчас его уничтожим. Огонь, сдалека. Нет, надо выше. Смотрите, выше. Сейчас я вплотную подойду. И вообще, еще разочек выстрел. Смотрите, какой наглый. Вообще наглости очень много у него. Прошел, ребята, стрим по хэппи-рум. Вечером, кто был, те молодцы. Ребятки, вечером стримы будут идти. Я думаю, что сделаем какое-то определенное время по стримам. Будем играть в разные игры, но стримы сразу будут удаляться. Возможно, буду делать какие-то нарезочки с этих стримов. И вы будете видеть уже либо отдельным роликом, либо как-то еще. Так что, вот такие вот планы с вами делюсь. И рассказываю. Кто, кстати, был вчера на стриме по хэппи-рум, обязательно пишите. Огонь. Ого, там и ракетная установка, и зенитка. Надо уходить, уходить, жестко уходить. Ракета! Не попала. Что сейчас предлагаем? Мы сейчас на вертолете взлетим и резко дадим залп по зенитке. Потому что наших ребят могут прижать. С одной стороны, с другой. Видите, реально уже прижали. Сейчас мы вот этого уничтожим. Бьем. Еще разочек. Давай. Еще. Ну. Отлично. И есть вот еще второй. Смотрите. Маленький что-то на колесах там. Поехал захватывать наш грибочек. А не еще захватывать гриб наш. Так, другая сторона. Здесь мы вроде бы разобрались. Ребятам помогли. А с другой стороны там... Ого! Там... О, смотрите! Вот летит. Я ее обнаружил. Я ее обнаружил. Она перевернулась, что ли? Чего он самолет в воздухе завис? Как он завис в воздухе? Я не понял. Подождите, ребята. Вы видели? Он просто взял и остановился. Как это возможно? Так. Там зенитка херячет. Конечно, враги прямо у нас под базой тусуются. Прямо возле этого грибочка. Это нехорошо. Ага. Там чувак с ракетной установкой. Я таки не рассмотрел, что у него за крафт. Потому что он полностью затыкан какими-то пушками. Громадный, нагастый. Но зато у него очень мало энергии. Это нам на руку, я вам скажу честно. На руку. Вот. Какой-то дракон. Или что это за хрень? Давайте мы ее поближе постараемся рассмотреть. О! Подписчика с нашей командой пытается убить. Сейчас мы защитим. Точно дракон, ребята, какой-то. Черт! Давайте хоть вертолетика приговорим сверху, а. О! Еще! Он самоуничтожился? Нет? Так, вот, пошли. Ох ты! Смотрите, какой-то самолет на меня напал. Огонь! Попали? Не попали? Чуть-чуть. Еще. По-моему, у него русский флаг. А, он писал что-то воблер. Он за мной охотится. Ах, хитрожопый. Смотрим, что по демэджу. По демэджу вроде бы неплохо. Пока что все у нас нормально. Так, кто там? Смотрите, как он шмаляет по нашему подписчику. Вот давайте. Попал? Нет, не попал. Ну, вероятность того, что мы попадем, была велика. А, подождите. У этого дракона на спине ракетные установки? Или откуда у него вообще ракеты вылетели? Так я не увидел. Надо помочь нашего соклановца попытаться спасти. Ага, а тут спасешь, когда на тебя сверху летит какой-то самолетик. Я думаю, что у нас чувак справится, потому что у него есть зенитки. Кстати, по этому крафту, который есть в нашей команде, я делал прошлый ролик по игре Robocraft. Где вы там, помните, было три зенитки и сзади такой пропеллер. Отлично, меня спасли. Нет, не спасли. Народ, берите базу. А нам уже вот пишут, чтобы мы базу брали, чтобы не тянули резину. Сейчас мы напишем ок. Ок, и пойдем за базой. Ок. Так, что у нас тут? Все нормально. Сейчас надо немножко, ребята, отвлечься с дамага на базу. Сейчас мы не будем дамажить по врагам, а будем дамажить чисто по икорочке. Хотя это не сильно я люблю это занятие, дамажить по икорочке. Я люблю именно дамаж наносить. Но, походу, надо побеждать. Пока база открыта. Пока преимущество на нашей стороне. Давайте будем сдалека бомбить. Видите, у нас все долетает, все нормально. Вдалека, да что-то попадем. Куда-то, да и попадем. Бьем. Так, а что там? Никто не бьет? Никто не бьет? Враги вообще не пытаются никаким образом. О, вот-вот-вот. Бьет подписчика, ребята. Давайте спасем. Сейчас, а то заберет. Огонь. Еще. Пометили его. Давай еще. Еще чуть-чуть. Накажем. Мы не дадим убить подписчика. Мы ценим своих подписчиков. Спасли. Нет, подписчик умер. Но зато он умер как герой. Или он убежал. Фух. Нам пишет чувак с командой, что пора брать базу. А нам не хочется брать базу. Мы чисто наслаждаемся, ребята, игрой. О, кто-то по жопе-то нам навалял. Смотрите, что это такое? Давайте мы сейчас тоже попытаемся задамажить и забрать. Меня кто-то сверху брал. Ай-яй-яй. Вы посмотрите. Не успел меня хил спасти. 25 секунд ожидания. Блин, а воблер там вверх. Да я уже понял. Сбей его. Поздно. Так, давайте мы еще сейчас появимся и постараемся набить. Что это такое? Что это у нас такое за штучка-дрючка? Вы посмотрите. Так, враги наступают. Наступают враги. По пяткам просто. Атака пошла. Атака пошла. Огонь. Летим за вторым. Хьюстон. Вижу цель. Она перячется за скалой. Врезались. Вижу цель. Огонь. Уничтожили. Просто замечательно. А, вот верт. Вот какой-то самолет. Видите, летит. Да, конечно, по воздушным крафтам плохо попадать. Но дело в том, что у вертолета полторы тысячи ЦПУ. Можно его перестроить, поставить зенитки. Ну, тогда же будет меньше энергии. Хотелось бы, чтобы и энергия была, понимаете? Уничтожили. Кстати, на вертолете можно также и ездить. То есть, в некоторых боях, когда много зенитки, я чисто перемещаюсь таким вот образом. И катаюсь по земле. Так, самолет. Давай, подымайся. А, он, получается, с нашим самолетом. А, чего я не могу... А, у меня лопасти не хватает. У меня лопасти не хватает. Потому я не могу, как бы, полететь. Бьем, бьем, бьем. Бьем. Дракон еле, еле убежал. Ай-яй-яй, ракетные установки по нам дамажат. Надо уходить аккуратно. Подождите, что ж такое? Команда еще и может победить. Бублер-подсосник, подсосал. Сорян, дружище, но... Надо подбирать. Надо минусовать врагов. Пока что... Подождите, враги побеждают. Я тут не хотел их убивать. Думал наслаждаться игрой. А враги так и нехилой дамажат. Да, мне кажется, теперь снять с их базы купол будет очень тяжело и непросто. Так, вроде бы у них вся команда здесь. Надо мне тоже переключиться и постараться не просрать эту башню. Башню. Ага, вон еще есть самолет летит. И там вот динозавр с ракетной установкой. Смотрите, вот он динозавр, видите? Так, вот это вертушка или что это такое? Я не знаю, что она упала, но давайте мы сейчас будем бомбить. Сейчас мы захватим грибочек. И сразу будем атаковать их базу. Сразу же летим, ребятки, чтобы быстренько зарешать. Тысячь, тысячь, тысячь. По-моему, у вертолета около 14 тысяч энергии. То есть нормально. Когда меньше энергии, уже как-то и чувствую, что вот-вот не хватает. Так, кто по ком бьет? Нашего подписчика преследует. Самолет какой-то убьем. А, это другой подписчик. Слушайте, это подписчики со всех сторон. Ну давайте мы сейчас уже будем бить по базе и постараемся победить. Черт! Вы посмотрите, как они вовремя купол-то взяли. Ай-яй-яй-яй. Что-то полетело на нашу базу. Какое-то существо. Вертушечка маленькая. Он хочет грибочек захватить. Давай, падай, дружище. Падай ко мне, я тебя сожру. Еще один. Бейте его, бьем. Спасите! Ай-яй-яй, убили. Самолет, видели, как меня перекрывало? Прям сверху на него упал. Я на зенитку, на все. 36 секунд ожидания. Блин, я не знаю, может пойти там яблоко себе помыть. С таким успехом. Кстати, вот смотрите, какой интересный самолет. Сзади крылья у него стоят. Такое вот интересное управление. Кстати, у него есть и спереди пропеллер, и сзади. Вот как-то даже... Даже непонятно. Как-то в центре и сзади. А сверху зачем пропеллер? Я вот не знаю. Смотрите. Конечно, иногда как-то интересно работает. Да, необычная конструкция. Надо будет взять, попробовать его. Протестить, как он вообще управляется. Необычный. Точно необычный. Так, ну что же. Полетели. Я вижу, вот вертолетик пытается что-то захватить. Огонь выше. Промазал. Так, сейчас он упадет, и мы его сожрем. Мы его просто сожрем. Огонь. Убили. Убили и спасли нашу базу. Так, пора ребята с ними завершить бой. Хватит на сегодня. Хватит его. Вот, икорка, держись. Все, и сейчас тупо в наглую идем на их базу. Смотрите. У меня вот это просто задолбало. Воблер просто пошел следа. Да, протасикеры. Бла-бла-бла. Давайте будем просто бить викорочку. Кстати, дамыш хороший проходит. Надо повыше подлететь, чтобы протасикеры не могли к нам достать. Да? Ага. И бьем. Еще разочек как-то косо. А, у меня получается, с правой стороны отбили мегаплазму. Там чуть-чуть осталось. Там. Чуть-чуть. Так, что они там пишут. Воблер у нас чеснок в команде. А где у нас чеснок? Давайте посмотрим, где у нас чеснок в команде. Где чесночек? Не вижу чеснок. А где у нас чеснок? Есть крафт чеснок. Все, ребята. Победа. Мы зарешали. Наша команда победила. Все молодцы. И все получилось круто. Давайте посмотрим, что нам дадут фриджемы в сундуке. Вот, ребята, результат какой. Видите, нормально повоевали. Вот я. Вот еще чувак с нашего пати. Вот. Которого я взял. Короче, всех я набрал с чата. Вот наш человек. Нет, это не наш человек. Или наш человек? Подождите. Это вроде бы наш. Это я запутался. Потом вот Дегор наш. И вот этот тоже наш. Короче, все наши. И все наши нормально надомашили. Видите, вражеская команда очень плохо играла. Да, там есть пару человек, которые неплохо набили. 16, 11. Остальные просто однищие. Наша команда молодцы. Так. Давайте посмотрим, что же нам подготовили фриджемы здесь. Что касательно вертолета. Я думаю, что я по нем как-то расскажу. Отдельно. Не буду отдельный ролик пилить. Вы видели, как на нем играется, в принципе. А просто расскажу и покажу его уже поближе. Сейчас давайте посмотрим. Что-то алмазный. Алмазный сундук. Сейчас мы спасем. О, эпическое. Смотрите, эпическое крыло и здесь без према даже. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Хотите больше Робокрафта? Ставьте лайки. И скоро увидимся. А с вами был Воблер. Игра Робокрафт. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...